Сейчас почистим чесночок и будем засаливать сальцо. Сальцо своё от прошлогоднего поросёнка. Чеснока не больно много. И не потому, что мы его не любим, а наоборот, потому что мы его все очень любим. Начиная даже от того, что все салаты с чесноком у нас идут в ход, и ребятишки все любят хлебушек с чесночком. Я сама люблю вкус детства. Хлебушек, корочка свежая с чесночком, с маслицем и с соличкой. Никакие три корочки не угонятся. Короче говоря, достала я сало немного. Почему? Потому что... Что-то столько захватило. Надо сразу съесть, и чтобы не оставалось. Потому что если останется... Ну что, куда выбрасываться? Собаки... Собака не любит больно солёное сало. В общем, короче говоря, рецепт у нас будет самый стандартный, без всяких там изысков. Но хороший сало ничего не испортит. Поэтому и будем просто перец ложить и чеснок. Видео делаю недолгим, потому что цараплюсь. Ещё есть дела кое-какие. Так. Ну посмотрим. Может хватит, может чё. Короче говоря, вот здесь вот есть кусочек, он какой-то больно мягкий. Но вот здесь он мне совсем не нравится. Его придётся вот так вот отрезать. Наверное. Этот кусочек пойдёт... Ах, ещё пахнет, как будто бы только зарезали мясо. Оставлю вот, не знаю куда, собаки, что ли. А эти вот кусочки, наверное, вот так вот порежу. Чтоб помельче достать, поесть и... И-и. И всё. Поэтому много смысла нет. У нас хоть и пять человек в семье на сало-то едят. Вот тоже только собаки, чё он тонкая, отваривающие собаки. А это вот так вот кусочки. Не знаю, кто его, а что там солит. У меня просто нет свободных, например, нет свободных кастрюлик. Поэтому я буду солить в банку. Ничего не случится. Буду просто там мешать там раз в день. Хочу сказать, что что, соль-то можно быть произвольно. Потому что сало больше, сколько ей надо, и не возьмёт. Так. Сейчас я не знаю, на дно, что ли, немножко порезать надо. Чесночка-то рубить. Вот. Короче говоря, дня через два можно будет есть. Давно чуть-чуть мы не делали, как это дело. А надо бы. Надо бы обмакнуть. Вот я забыла. Заговорилась. Надо бы обмакнуть. Вот так вот. Вот. Чтоб я в субботу какую-то я вам не по размерчику одела. Вот. Вот так вот. И сюда. Вот. Сейчас мы сверху посыпем немножечко перчиком. И, естественно, чесночка положим. Вот. Набьём получше. Чтоб сок был. Ну и, короче говоря, как вы сегодня уже говорили, что я нашла слово петушка. Мы его уже загнали. Так что он голодный прибежал. Его соседка привела. Знаете, как хлебушек сыпало там перед ним, а он бежал, голодный, залетел, как ошпаренный. Но соседка говорит, что они вообще, вот когда их короба шугнула, они перелетели. И петушок перелетел. И курица. Но курица из-за того, что она молотый. Не знаю. Обычно молотый перец чёрный. Вот. Курица-то она полегче. Она перелетела. А петух-то там остался. Сейчас мы его вот так вот. Ах, будет ароматно. Чувствуется. Вот. Ну, короче, я покормила его. Куры тоже, наверное, там обрадовались. Ой. Ну, короче, сейчас у меня мужа провожу там ночную смену. Вот. Это он за кадром сегодня для меня старается. Да, Сережа? Вот. И тоже пойду доить. Всё как всегда, в принципе. Мужа провожаю. Потом иду доить. Потом, если кому-то есть, там, клиенты, местное, молоко кому отнести. Оставляю Пашку за старшего. И бегу. Опа. Так. Тут даже двушечка нам чувствуется наберётся. А я что-то говорю, мало-мало. Чё мало-то? Будем есть. До следующего поросёнка. А вот смысл вообще есть. Вот это вот в том, что... Смысл не есть, а есть ли смысл в том, что держать поросёнка. Вот мало, мало очень мяса от него. В основном одно сало. Вот жрёт он как мерин, а от него только сало. В этом году мы поросёнка резали на двоих с моими родителями. Ну и чё хочу сказать, то что всё равно... Вот и у них уже мясо закончилось, и у нас уже давно мясо закончилось. На два месяца хватило мяса. И только сало. И получается, что мы только держали, что только за сало. А мы едим его, мы его плохо. На рынке оно стоит, чё скажу, рублей 384 с нами, да, за килограмм сала. Вот. Если уж так в охотку, так, пожалуйста, взял там, например, тысячу рублей, сходил и купил. Я не к тому, чтобы отговорить, там, не держать своих поросяев. Это я к тому, что... Это я к тому, что... Ну, я не знаю. Сейчас уже делается всё для того, чтобы только всё было магазинно у людей, наверное. Корма дорогие, всё дорогое. Захочешь что-нибудь самому там вырастить, ничего не получится. То конкуренция, то ещё чего-то. Корма дорогие. Не, вот для себя, в принципе, можно держать. Только, не знаю, как в этом году получится. Сейчас у нас не получится. Сейчас я ещё добавлю солички. Чё-то соли-то много. Я потом завтра или послезавтра ещё немножко перемешаю тут. Вкусненько будет. Я сварю борщ. Будем есть борщом. Вот. Ммм, такой запах вообще. Чё говорить? Свойское мясо, оно и есть свойское мясо. Даже, как говорится, нечего. У нас, в принципе, есть здесь тоже неплохое мясо. Например, в пингвине. Но иногда я возьмусь что-нибудь приготовить. А от него раз и боровком попахивает. И тоже как-то уже вкусно. Ну, всё уже не то. Вот. Ну, сейчас ещё чуть-чуть. Пройдёт дня три. И мы с вами приготовим борща. Покажем, какая вкуснятинка у нас получилась. Если получится вкуснятинка. Ну, ладно, чего. Вот осталось тут совсем чуть-чуть. Я потом поставлю в холодильник. Вот. Сейчас ещё чесночка чуть-чуть почищу. Поставлю в холодильничек. И... Ах, действительно, прям мясом пахнет. Хотя из морозилки я разморозила. Ну, прям свежатенько такое. Как будто бы только сегодня зарезали. А мы любим, кстати, мяско пожарить, когда вот только зарежем поросёночка. Ах, такая вкуснятина. Я вообще не понимаю вегетарианцев. Это какая-то ерунда. Не есть мясо. Так можно в нашем климате не есть мясо. Не, ну, судя, если по нашему году, то мясо можно не есть. По плюс четыре. Ну, а так мясо. Ну, как его не есть? Как не есть деткам мясо? Белок. Так что вот так вот. Сейчас я ещё вот сюда вот чесночка сделаю. Ну, и всё. А чего будет, как у нас там завтра дела? Будет день и будет пища. Я там вам поснимаю. Кому интересно, что я как снимаю, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.